МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Наш музыкальный вечер продолжают молодые исполнители. Сегодня мы приехали в детскую музыкальную школу имени Эдварда Григо, чтобы познакомиться с ребятами из ансамбля русских народных инструментов под руководством Ольги Фоминой. Прошу вас за мной. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Я представляю вам педагога школы имени Эдварда Григо, руководителя Оркестра народных инструментов Ольгу Михайловну Фомину. Ольга Михайловна, очень приятно, что мы здесь сегодня с вами встретились. Расскажите, как вы создали ваш оркестр? Оркестр в школе начал создаваться в 1994 году. Мы начинали с нуля. На тот момент в школе не было ни балалайок, ни домр, никаких оркестровых инструментов. Но потихонечку, год от года оркестр рос, школа приобретала инструменты. И в 2008 году, когда мы объединились со школой Чайковского, у нас получился объединенный оркестр, и мы смогли уже вот этим составом принимать участие в всех фестивалях, конкурсах и концертах. То есть у нас теперь на сегодняшний день состав оркестра около 50 человек. Мы в 2008 году уже ездили в Санкт-Петербург на фестиваль Петропавловской ассамблеи. Мы там стали дипломантами. Это был первый блин. Ну, пусть неком, им не все равно. На следующий год, в 2010-м, мы ездили в Прагу. Мы принимали участие в фестивале «Молодая Прага». Это фестиваль-конкурс международный. Там было много оркестров, солистов, порядка девяти оркестров со всех стран. И мы на этом фестивале уже заняли первое место. То есть это была наша первая, такая значительная победа. Очень хороший был фестиваль, хорошо организованный, с большим удовольствием ребятки играли. Потому что сцена была очень хорошая, акустика в зале. И мы так продолжаем. В этом году мы уже тоже были в Казани на Всероссийском фестивале-конкурсе. В Казани мы тоже стали лауреатами. Играли в хорошем зале, в зале Сайдашева. И получили огромное удовольствие от исполнения. Ольга Михайловна, как вы отбираете ребят в оркестр? По их желанию или есть какая-то конкурсная основа? То есть как они попадают вот в этот оркестр? Ну что вы, никакого конкурса нет. Потому что все инструментовки, которые я пишу, я всегда рассчитываю на возможности детей, которые играют в оркестре. То есть, в принципе, на сегодняшний день мы можем взять в оркестр ученика второго класса. Хотя, как бы по правилам, мы оркестр старших классов. Мы можем взять ребенка второго класса, и он будет с нами играть лет 7 или 9, насколько он сможет. И у нас же остаются еще выпускники прошлых лет, которые закончили нашу школу, и школу Чайковского тоже. Но они продолжают приезжать к нам на репетиции, хотя не стали профессиональными музыкантами. Они работают или учатся в разных областях. Но с удовольствием приезжают и играют с нами. Поэтому сейчас возрастной состав нашего оркестра – это от 9 лет до 23. Ольга Михайловна, получается, что в оркестре есть место всем, кто хочет и желает принять участие в оркестре. То есть, можно сказать, что он безразмерный? Да. А какую музыку вы исполняете? Как вы сегодня могли услышать, мы играем разную музыку. Мы играем классическую музыку, мы играем современную эстрадную музыку. Ну, я имею в виду Петрова, потому что это музыка из кинофильма. Мы играем и народную музыку, но народную не фольклорную, а все-таки это в современных обработках и в современных аранжировках народная музыка. И вот «Либертанго» играем пьецолу. Ольга Михайловна, я «Танго свободы» слышала в разных исполнениях и в оркестровых исполнениях, и в исполнении великолепного моцарт-квартета скрипичного, и даже в голосовом исполнении певческом. Я думаю, что сейчас наши зрители с удовольствием услышат это произведение в исполнении оркестра школы имени Григо, оркестра народных инструментов под руководством Ольги Фоминой. Пожалуйста. Ольга Михайловна, я «Танго свободы» А теперь к нам присоединились сами молодые исполнители. Сейчас мы послушаем, как же они замечательно живут в школе имени Эдварда Григо. Представьте, пожалуйста, нам наших гостей. Старцев Максим, он играет у нас на ударных инструментах и учится в школе на ударных инструментах. В середине у нас Яшин Витя, он учится и на балалайке «Прима», играет в оркестре на балалайке. И Мануилов Иван, он учится тоже на ударных инструментах. Ребята, как пришли в школу? По собственному желанию или все-таки родители настояли? Ну вот у меня в садике у нас была музыка, предмет такой. И там, кто у нас играл на фортепиано, у нее, ее сын преподает в этой школе. И она мне подсказала, что вот пойди, вот у тебя талант есть, что иди, у тебя это выучишься, может потом ударником станешь, как мой сын. Ну я пошел, согласился, мне даже нравится теперь. Даже нравится. А инструмент сам выбрал ударный? Ну инструмент, мне понравился ударный, ну и в садике играл, у меня уже опыт какой-то маленький такой был. Ну я когда был маленький, я с бабушкой, я смотрю, баб, смотри, какая-то школа там. Зашли, говорят, ну зашли, спросили, а что за школа? Музыкальная школа, сказали, я говорю, бабуля, я хочу там учиться. Она говорит, говорит, а можно я, ну Адам, своего внука тоже будет учиться. Они говорят, а сколько ему? Три года они такие, ну вот через годик приходите. Шел-шел ты мимо школы? Ну, я не знаю. Прямо сказка какая-то получается, да? Как колобок от бабушки ушел, в школу пришел, но сначала не приняли, да? Зато теперь тебя приняли, ну отлично. Мне самому понравилось, но сначала я играл на пианино. Я и сейчас на нем играю. Почему мне захотелось на удар? Потому что, чтобы чувствовать музыку, держать ритм. А так мне самому музыка нравится, душевно. Дома часто музыку слушаешь? Да. Какую? Классическую, роковую. Роковую? Ну да. Это какая же такая роковая музыка? Ну, жанр есть, рок. Рок. Роковую, значит, да? Да. Ага. А композиторы какие? Композиторов скорее нет, скорее групп. А-а-а. Современную? Ну, скажем, нет, не современную. Классическую все-таки? Ну да, пусть будет. Пусть будет. Группы. Какие же группы исполняют классическую музыку? Битлз, например. А теперь мы побеседуем со старшими классами, участниками Оркестра народных инструментов. А что для вас означает музыка в жизни? Что она вам дает? Для меня музыка многое значит, потому что с самого детства я в своем доме слышу музыку. Сколько в оркестре лет ты уже играешь? Три года. Три года. Нравится? Ну да. А в школу сам пришел? Нет. Сам пришел. Какую музыку любишь слушать? Классическую. Какой любимый композитор? Лоцарт. Так, расскажи ты про свой инструмент. Ну, я играю на флейте. Я уже заканчиваю игру на флейте, но я думаю, буду продолжать после того, как уже закончу школу, буду продолжать играть, ходить на оркестр. Где, здесь, в школе? Да. Ребята, а кто хочет стать настоящим профессиональным музыкантом из вас? Никто? Нет? Ты не хочешь стать музыкантом? Нет. Почему? Никуда с такой. Тяжело будет носить этот контровож с собой, да? Ну и не только, зачем? Другие работы есть хорошие, кроме музыкантов. Но музыка останется с тобой навсегда? Да. Ты будешь продолжать играть? Да. Где, в школе Григо или еще где-то? В школе Григо тоже. А почему ты не хочешь стать музыкантом настоящим? Мне кажется, это очень тяжелая работа. Ездить все время по... Ну, даже по Москве, если ездить, все равно как-то тяжело и волнение все время. А кем хочешь стать после школы? Наверное, переводчиком. Так, а ты? Я бы тоже хотела стать переводчиком, но еще я очень хочу танцевать. Поэтому я не знаю. А что выбрать? Музыку, танцы или быть переводчиком? Я не знаю. Ну, музыка, как она присутствует определенно в танцах. И я бы хотела как основная профессия переводчик, а вот, может быть, танцевать это как хобби. Оркестр народных инструментов, да, которым руководит ваш замечательный педагог Ольга Михайловна Фомина. Он для вас в жизни много значит? Готовы ли вы после школы продолжать играть в этом оркестре? Да, конечно. Буду ходить. Да. Да. Обязательно. Буду ходить. Это как бы даже не обсуждается. Очень потому, что нравится играть здесь. А когда другие ребята выступают, вы ходите слушать, смотреть на концерты к другим ребятам здесь, в школе? Да. Обязательно ходим. Очень интересно, на чего достигли другие ребята. Вы учитесь на их примере? На их примере, ну, мы учимся, на самом деле, ну, там все же играют на разных инструментах. Мы учимся на каких-то их ошибках, может быть. Учимся преодолевать волнение, смотрим, ну, как они ведут себя на сцене, там, видим их уровень, видим, что нужно навёрстывать к себе, например, уровень свой. А как вы считаете, нужно ли учиться музыке, жить музыкой, или вообще можно и так обойтись без музыки? Я считаю, что можно прожить без музыки, но будет ли эта жизнь какая-нибудь интересная, если заниматься, например, точными науками? Я занимаюсь флейтой седьмой год и не представляю свою жизнь без музыки, без флейта, без концертов, на которых мы выступаем. И, не знаю, наверное, нет. Вы как считаете? Я думаю тоже, что без музыки жить нельзя просто. Скучно? Да, очень будет скучно, если не будет музыки. Мне кажется, тоже да, да. Надо учиться музыке обязательно, да? Да, вот я уже не привык, без нагрузок. Без нагрузок музыкальных? Да. Раз мы выяснили, что без музыки жить скучно, без музыки жить невозможно, то я предлагаю нашим зрителям сейчас посмотреть ещё одно выступление Оркестра народных инструментов Школы имени Грига. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова